В январе 2004 года в интернете родился новый способ путешествий – каучсерфинг. В вольном переводе на русский – путешествие по диванам. Тысячи людей отказались от гостиниц и стали ездить в гости друг к другу – из Парижа в Киев, из Нью-Йорка в Лондон. Сегодня с помощью каучсерфинга можно побывать в 30 тысячах городах, в 20 странах на всех 6 континентах, включая Южный полюс. На сайте зарегистрировано более 300 тысяч пользователей, и каждый день это число увеличивается почти на тысячу. Прошлые выходные – путешествие по диванам, каучсерфинг – пришел и в Приднестровье. Приднестровье – регион на северо-востоке Молдовы. Труднодостижим из-за сложности на границе, нет возможности обеспечить консульскую поддержку для путешественников. Последний оплот коммунизма в Европе – музей Советского Союза под открытым небом. «Очень опасно» – из девятой редакции путеводителя по Восточной Европе издательства «Лонли Планет». Эти несколько предложений – то немногое, что у нас знают в Европе. Обычно европейский турист никогда не читает новостей из Приднестровья. Их просто нет. Зато именитому туристическому издательству доверяют на 100%. Правда, не все. На некоторых слова «труднодостижимо» и «очень опасно» оказывают магическое действие. Например, 20-летние швейцарские студенты Алекс и Себастьен предпочитают те места, где туристов как можно меньше. А узнав о каучсерфинге, решили отправиться в экзотические для европейцев страны – в Турцию, Румынию, Молдову и Приднестровье. Мы не планировали эту поездку, она была спонтанной. Мы хотели познакомиться с местными людьми, а не быть обычными туристами в дорогих отелях. Стартовали из Стамбула, потом Бухарест, Кишинев, сейчас мы тут. А куда дальше? А кто его знает? Через полторы недели начнется вышеба в университете, поэтому, наверное, в Румынию, потом Будапешт и поезд до Цуриха. Феномен каучсерфинга появился в 2003 году. Американский студент Кейси Фентон случайно оказался в Исландии. Переночевать ему было негде, в гостиницу не хотелось. Он развесил в местном университете объявления с просьбой занять чей-то диван и получил несколько сотен приглашений остаться на ночь и погулять по рекьявику. Спустя год был запущен сайт couchsurfing.com. Сегодня это огромное сообщество с послами и волонтерами по всему миру. И это намного больше, чем бесплатный ночлег. Главная идея, как всегда, сделать мир лучше. Мы открываем гостям не только наши двери, но и наши сердца, жизни и умы. Мы создаем глубокие и значимые связи между культурами, которые пересекают океаны и континенты. Каучсерфинг – это не то, как мы путешествуем по миру. Это то, как мы к нему относимся. Так написано на сайте. На здоровье. Себастьян и Алекс познакомились на сайте с преднестровцем. И через несколько дней – экскурсия по Террасполю. От театра и университета до мемориала славы и Верховного совета. Найс. Затем набережная Днестра, лес и дентропарк, музей и парочка клубов, спорткомплекс «Шериф» и телевидение. Здесь они стали телегероями во второй раз. Попали в программу «Новое утро на ТСВ». Сильно удивлялись, мол, что же у нас такого интересного, что нас так часто снимают на камеру. В Террасполе есть, что показать и есть, о чем рассказать иностранцам. К танку Т-34 в центре города немцы-швейцарцы испытывают сложные чувства. Зато табличка к столетию Октябрьской революции или объявление «Куплю волосы дорого» изрядно веселят. Однако гвоздем культурной программы бесспорно стал концерт Маши Распутиной. Швейцарцы влюбились в певицу с первого взгляда. Потрясающе! Посмотрите на этих людей, поверить не могу. Посмотрите на сцену, там Маша, мне так она нравится. Какое лицо, какое тело, вау! Вы все еще думаете, что здесь опасно? Нет-нет-нет, это замечательное место, мы хотим здесь жить. Просто отлично, мы обязательно сюда вернемся. За всю трехнедельную поездку по четырем странам Алекс и Себастьян потратили около 250 евро на каждого. Было бы интересно подсчитать, сколько денег понадобится студентам из Приднестровья, если они вдруг соберутся в Цюрих. Ну, если они приедут в нашу квартиру, мы будем рады им на нашем диване, это точно. Но Швейцария дорогая страна, я не знаю. Если говорить о самом дешевом варианте, покупать еду в супермаркете, готовить у нас на кухне или есть в дешевых кафе, мы же студенты, мы знаем, где можно дешево поесть. В общем, на пять дней долларов сто должно хватить. Конечно, многое осталось за кадром. Попытки ребят знакомиться с местными девушками и дегустация продукции 110-летнего юбиляра и долгие ночные разговоры о Приднестровье и Европе, об истории и судьбе нашего края. К слову, парни считают наших девушек самыми красивыми в мире, учитывая богатую географию путешествий, им можно верить. На прощание обещали рассказать о Приднестровье всем друзьям и даже сделать в Швейцарии сайт о нас с впечатлениями, фотографиями и инструкциями для будущих туристов. И, конечно, обещали непременно вернуться еще раз. Теперь о нас в мире знают чуточку больше. А первый каучсерфинг в Приднестровье, безусловно, удался. Еще один важный момент для тех, кто решит выписать себе в гости пару-тройку иностранцев. Как и любая страна, Приднестровье имеет собственные правила въезда. Виза стоит чуть больше 5 рублей, однако делать ее нужно заранее, в управлении по делам миграции. В противном случае пересечь нашу границу практически невозможно. Впрочем, любые формальности можно уладить. Интересное общение этого стоит. Николай Штанский, Дмитрий Рядькович, Отражение.